Облако как наступает, смотрите. Прям быстро-быстро поверху идет, закрывает все. Такое прям, ух, грозовое. Три. Погнали. Мы домой. Кто куда, а мы домой. Через 2 километра 200 метров возьмите правее. Правее, так что не буду перестраиваться. Хотя мы тут же ехали. Сюда-то заезжали. Сюда-то все ходили. Вниз-то прикольно. До этого мы под мост взяли правее, да? Сейчас нам надо опять правее на мост. Наверное. Ну, они все, я узнала. Ну, так нельзя помочь. Ну, типа мы потом с маска езжаем, что ли, что-то запускалки у нас такие. Это ключи? Погажите. Я прямо еду, и все. Да. А, прям как только проедет, да? Перед развязкой. Камера. Ограничение 60. 600 метров. Подождение. Сидите, хорошая. Через 500 метров. Возьмите правее. Подождем. поджал почти я уже думал сейчас притрёт а тут только налево или направо тут кирпич прямо камер нету это хорошо а чё там можно было во второй ряд стать нет тут же сплошная две полосы а это дальше где полосы там где полосы нарисованы прям по моему две встречи руковое движение главное да камера ограничить 60 пропустили 300 метров этот меня сзади сигналил еще что я стал выступать и моргал 500 метров камер нету у имена в столице золотой хавловой и 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 там и и и и и и и г Дождя нет. Иногда есть. Крапет. Камера. Ограничение 60. 400 метров. Направлена в спину. Вот и боковая. Тут еще какая-то овсянка есть. Река? Нет. Населенный? Населенный путь. Вам овсянка. Сэр. Камер нет. 780 метров еще осталось. Олега снимала, по-моему. Река Люнда. Как только не назовут Витя. Через 350 метров поверните направо. Симпатичный подъемчик. Водонапорная башня. Что там стоят что ли? Моргнул вроде. Это тоже поворачивает. Ну вот. Ну вот. Я так и думал. Он то что там зовут? А тут все поворачиваются. Верните направо. А, понятно, да. Ну правильно. Продолжайте движение 29 километров. А его тормознули? Его тормознули ГИБДД. Да. Поехали. Посадьба Левашова. С той стороны не видно. Мы ушли с маршрута. И когда мы заезжали, я так подумал, что эта дорога, наверное, она там немножко. В стороне. Так, пока ты молчи. Мы тебя отключаем. Если мы, конечно, пройдем. Здесь дорога и вправо. Вернее, она там справа находится. Но туда, если ехать, там какой-то гостевой дом. Так-то вот туда надо. Но мы можем не проехать. Видишь, сколько грязи. Нет, нет, нет. Бесполезно. А усадьба же здесь нарисована. А вон, да. Карта. Вот, наверное. Она еще и закрыта. Каких туда попадешь. Здесь станем. Ну, здание-то вон старинное. Это вон то. Вон там. Я в слонцах. Кто желающий, может. Зонт открывай, если надо. Горочин. Горочин. Земли бывшего помещика Собакина, который потом купили Левашова. Собакин. Прообраз Собакевича в наших душах. Прям вот такая территория благоустроенная. Да? Им, смотри. Частная. Частная. Тут где-то галерея уже. Вот эти дома-то есть. Там вид луга виднеется. Какая-то старинная там вон. А, вот они есть. Липовые аллеи есть. Наверное, непроходимо там. Дом. Вон. Есть ещё? где-то здание несколько два что ли сейчас я тут снимут это информация в интернете есть по чертежам дельвига что-либо более честно говоря здание построено заколочены входы то вот там да скорее всего в талия она очень старинная липовая ой не липовая а ивовая и на осторожнее руку скользко будет спускаться не будем конечно же да вон они вдалеке они очень специально высажены были хозяевами по-моему лишь они подарят нам и еще там есть какие-то здания вон там кирпичная есть ты не замерзла там один отдельно дома для сыновей для сыновей построена для каждого и кирпичные еще станет есть прикольным и люди гуляют если это тоже носится к усадьбе а половина по моему тут разрушена этого здания короче вот этот собакин говорят ложился в гроб и заставлял крестьян плакать если кто-то как будто он умер если кто-то плохо плакал он это выпрыгивал и начинал их избивать и нам наверно надо будет туда вернуться так капитально сделано да здание все нам надо по этим указателем вернуться так то такое ощущение что не оно целостное его не ломали или может быть я про деревянное чисто мы с вами то класс все дома так это отсюда смотрится леги лег так рядом новодел люди ну наверно присматривают для тем местом одним глазом приглядывают скорее всего скользко да там ведь луга далеке гречки она на заставке у нас это башня он барчик какой-то странный да сейчас встретили троих туристов женщины из москвы едут по какой-то большой книги автор назвали не так деревянное зодчество россии есть какая-то большая книга и они проехали владимирскую область нижегородскую но садь были вошел доехали вот такие у нас есть альтруисты никак их не знаю любители историки дальше куда я поеду не спросили мы у них конечно вот небольшой участочек в ту сторону то мы его снимали после галибихи вот идет ремонт в сторону но тут не критично потому что кругом село и село подряд села за селами и скорость тут все равно не наберешь срезан асфальт будут делать вот техника стоит так что ехать можно камеру что датчик какой-то нагорные опять какое-то село они подряд идут небольшие село такие вдоль ветлуги прям ну видимо места хорошие были рыбные люди селились кормились рекой техника такая серьезная битон ого это километров буквально десять да 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 ну как нормально тут срезаная она да срезаная будет да а тут еще сверху сыплют и вот поэтому так ждет ребенка ну ехать то можно ехать хорошо мы будем переезжать в Ветлогу мы будем переезжать в Ветлогу мы будем переезжать в Ветлогу Копоролих если ехать прямо будет Юрина в Ветлогу столько километров я предлагала съездить я предлагала съездить не далеко специально-то получается oftentimes в Ветлогу не через 600 метров поверните налево вот сколько тут до юрина 45 километров далеко лишь карла 158 верните налево а там юрина много продолжайте движение 47 километров камера ограничение 90 200 метров вот она виталу как она виталуга костик виталуга впадает в полку в левый приток полки да поверните налево это вперед продолжайте движение 91 километр 91 да, хотя 107 ну это в смысле по трассе Казмодемьянская трасса от Волги едем перешли а где же это какое-то озеро женское и позади интересно интересно блин, это же такой указатель критный подальше что ли нет у меня 106 до дома до почтамта да, там больше центральным уже почтамта считается да интересно первый раз слышу километров 6, наверное, там 112 получается где-то не меньше ну, прикольно ну, где указатель-то на это у женское озеро не достижая уровня что ли не достижай что ли понятно что он ничего не поняла заехали в ёшку и дождь при въезде везде сороковник повесили вообще офигеть ахань что 90 гоняли раз это большая как прямая все затянуто капец вон все черное тёмное даже не черная серая темно-серая синий шесть часов шесть минут я думала всем приедем я думал к половине на реверсе стояли еще и опять сорок Через 400 метров поверните направо, не знаю, не знаю, специально не выключаю, посмотрю, как будет вести по нашим улицам Я не хочу по той улице емить, там плохая, нет, нет, нет Ладно, через тебя мы поедем, да? Да Вы ушли с маршрута, поверните направо Да перестраивай, перестраивай, что не умеешь, что ли? Умеешь ведь? Вы ушли с маршрута, через 1 километр 600 метров поверните направо Вот это я понимаю Не надо, наверное, да? Чего? Через 1 километр 600 метров Опять на ту дорогу Мы повернем через 9-й строителей Камера, ограничение 40, 200 метров, направлено в спину Через 2, сейчас Юля еще Это я Там где? Представь, что мы в нижнем, да? Такой же трафик Камера на стоп-линию, ограничение 40, 100 метров Так плохо так заделали, да? Все тут застроили Облако как наступает, смотрите Прям быстро-быстро по верху идет, закрывает все Такой прям глух, грозовое 5, 4, 3 Погнали Погнали А вон она висит А вон она висит Вот так вот Камер нет Через 350 метров поверните направо Ну тут повернем, да Так уж и быть, да Элли встреч